Музыка Хороший праздник для города, очень хорошая атмосфера. Рады, что болельщиков пришло много. Ну, хорошую игру сыграли. Шкловский «Спартак» – единственный клуб в Беларуси, которому по силам бороться с чемпионом страны. Борисовский «Батэ» сыграл первый матч одной шестнадцатой кубка страны. Забил два мяча из трех, но радости от итогового результата не испытал. Самые медленные машины, но самые быстрые среди маленьких. В Могилеве прошел чемпионат по картингу. Очередной тренировочный день прошел под водой и над водой. Но плавать мы не учились. Всем привет! Это программа «Спортэм». Мы на футболе в Шклове, где местный «Спартак» принимает сильнейший клуб страны «Борисовский Батэ». Это первая игра двухматчевого противостояния на Кубок Беларуси. Незадолго до начала поединка полторы тысячи болельщиков узнали. Против местных футболистов сыграют дублирующий состав гостей. Эта информация не столько расстроила зрителей, как породила разговоры. А что если такой состав грозной команды можно было попробовать обыграть? В тот момент никто не думал, что Борисовский Батэ в этом году никогда никому и нигде не проигрывала. И все-таки мастерство «Желто-синих» взяло вверх. Ведь наверняка в 9 из 10 случаях при таком положении игрока на поле удар последовал бы в дальний угол. Но Александр Ануфриев ударил ближние. Это был гол гостей в раздевалку, который дал пищу для размышлений не только тренерам, но и болельщикам на трибунах. Нормально играют. Нормально мужики играют. Хочется, чтобы все-таки сравнялся счет. Хотя бы сравнялся. Хорошее впечатление. Я скажу, что «Спартак» сыграл лучший свой матч. Вот первый тайм. Дальше будет видно. Хорошее впечатление. Хороший футбол. Ждаем, конечно, в втором тайме, что «Спартак» вырвенит игру и победит. Болельщик со стажем как в воду глядел, но во всем по порядку. Вторая половина встречи началась с массовых замен. В желание свяжить игру тренерские штабы обеих команд выпускали на поле новых футболистов. Команды ходили поочередно в атаку, но гол был забит защищаясь. Игрок и вратарь Батыни согласовали действия. И мяч, подправленный Ильей Климовым, угодил в сетку ворот. Пока обескураженные гости приходили в себя от собственной же оплошности, время матча таяло, а перелома в игре не наблюдалось. Матч катился в ничейную гавань, когда размашистая атака «Спартака» увенчалась успехом. Басько вырезал диагональную передачу на Левшукова, и тот отправил мяч в дальний угол ворот. 2-1. Играть оставалось две минуты. Их «Спартак» дотерпел. Борисовский Баты впервые проигрывает в сезоне после 20 удачных матчей. Кто-то из вас скажет, ведь играл резервный состав. Что ж, вот другая статистика. Дубль «Желто-синец» не проиграл в 14 матчах этого года. Как ни крути «Спартак», как пошутил один из интернет-пользователей, это «Спартак». И уже одно имя вызывает трепет. Молодцы! Молодцы! Нам чуть-чуть повезло в концовке. Делали хорошие замены тактические. И вроде бы как замены сработали. Самое главное, что ребята доставили удовольствие зрителям. Это самое главное. А дальше я хочу, конечно, пожелать ребятам в АТ главной команде, чтобы они выступили удачно. И мы все вместе будем с командой молодой и нашей командой болеть за их результат. Будем всей республикой переживать, потому что они представители нашего белорусского футбола сегодня на международной арене. Ну а потом будет тур в чемпионате страны у «Спартака», а через две недели встретимся вновь в ответной игре на Кубок страны. Сыграли в Кубке Беларуси и еще два представителя Могилевской области. Бобруйская Белшина отправилась на выезд в Гомель, где провела матч с командой «Гомель-Желдор-Транс». Наша команда одержала победу со счетом 2-1 и в хорошем расположении духа готовится к ответной встрече. В свою очередь Могилевский Днепр потерпел крупное поражение от Новополоцкого «Нафтана» 0-4. Голы на любой вкус сыпались в ворота Журова в первом тайме. Теперь шансы в ответной встрече у днепровцев минимальны. Тем интереснее, как проведут вторую игру могилевчане. На выходных могилевские любители скорости в ограниченном жарой составе мерялись скоростями на таких маленьких, но таких быстрых картах. Три команды автоглубов «Форсаж», «Мерседес» и «Лидер» соревновались на скорость и выносливость в получасовых заездах. Карт хоть и мал, но благодаря низкой посадке также адреналинен, как и большие машины. Газ, тормоз, автомат, получается, без передач. Даете газ, она поехала. Жмем на тормоз, она останавливается. А максимальная скорость какая? Максимальная скорость 60 км в час. Скорости неважно, главное гонки и части. Здесь суть в том, чтобы победить другие клубы, нам, может, и не так интересны гонки, как более интересно победить. А как можно победить? Что для этого нужно? Обогнать всех. Логично. Хотя соревнования носили скорее личный характер, но группа поддержки исчислялась и теми, кто только еще выходит на тропу скорости. Например, Иван Дмитриевич, как он сам представился. Вы в самом карте разбираетесь? Можете нам рассказать, показать, что где? Нет, я не разбираюсь. Я пока что не автомеханика, я еще ребенок. Не могу разбираться. Иван Дмитриевич сразу определил фаворита – пилота Сашу. А в перерыве между заездами юноша даже рискнул сесть в карт. Ну, удобно, как в постели. Главное, не заснуть за рулем. Угу. Врежете, все, а лишь капут. Картинг ждет тех, кто устал от городских пробок и хочет погонять на таких маленьких, но резвых агрегатах. Приходите с детьми, им понравится. Наш сегодняшний тренировочный день особенно понравится любителям аэробики. Только мы сегодня пойдем, вернее, поплывем дальше. Мы займемся более эффективным для ее видов – акваэробикой. Она подходит всем и практически не имеет противопоказаний. А вот и наша инструктор Надежда. Надежда, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а важно ли при занятии акваэробикой уметь плавать? Нет, плавать не обязательно, так как комплекс всех упражнений происходит на мелкоте. Польза в акваэробике такая. Она снимает мышечную и нервную усталость. Она эффективна очень для поддержания тонуса. Она предназначена для всех возрастов. Здесь нет ограничений. Аква-аэробика подходит людям, страдающим варикозным расширением вен, с заболеваниями суставов и позвоночника. Сначала начинаем с разминки, конечно. Потом упражнения идут на остальные части тела. При выполнении упражнений в воде происходит лимфодренажный массаж всего тела, за счет которого убирается апельсиновая корка. Это целлюлит. Первое упражнение. Мы прыгаем, ножки на ширине плеч, ручки тоже. При прыжке мы немножко приседаем. Начинаем. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Выдох. Выдох. Дыхание – это одна из составляющих тренировки по акваэробике. Наши мышцы насыщаются кислородом, за счет чего у нас на утро не болят они. На усилие, когда мы выбрасываем ножку, тогда у нас происходит выдох. Потом мы как бы набираем воздух и опять делаем выдох. Выдох. Сейчас мы будем делать комплекс упражнений, который предназначен для косых мышц пресса. Он будет происходить на нудле. Виктория, держите. Ложимся на нудл. Прямо ножки у нас согнуты. Мы их в сторону на бочок уложим. Положили. Прямо опять мы их согнули и в другую сторону. Больше. Вот. Вот. Извлекаем. Левая ножка у нас прямо лежит, а правая пяточка наверх идет. К себе наверх. К себе наверх. Ножки развили максимально и к себе сводим. Выдох. Выдох. Дышим. Для достижения хорошего и заметного результата заниматься необходимо 2-3 раза в неделю и не прерывать тренировки как минимум 3 месяца. Результаты так в аэробике придет постепенно. Начну как в пятом мышце увеличить работоспособность. А вот улучшение настроения и прилив бодрости – самый главный эффект. Вы уже ощутите после первого занятия. На сегодня все новости. Это была программа «Спорт М». Любите спорт, поддерживайте свои любимые команды. Мы увидимся на «Беларусь-2» уже в четверг. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова